В некотором роде очень простое, то есть существовали такие песни, которые просто захватывали людей. Ну то есть, вот я пою, я запевала, я пою какой-то куплет, а дальше там так повторяется, что ты можешь спокойно подхватывать и петь. То есть какой-то куплет, допустим. Помнишь мой Балтийский морепей? Вот эта песня из той серии. Послушайте, да? Там повторяется, я пою, смотрите. Блит Балтийского моря на северной стороне, правда, 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 люди на северной стороне. Правда, 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 люди на северной стороне. И на северной стороне, на быстрой речке небе. Правда, 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 люди на быстрой речке небе. Правда, 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 люди, на быстрой речке небе, в Петрограде, в городе, правда, 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 люди, в Петрограде, в городе, правда, 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 люди, в Петрограде, в городе. Видите, очень просто, да? Ну, смотрите, теперь ее надо оживить, песню. Что разрешается в казачьем пении? В отличие от, допустим, хоров, да, в хорах, когда поют, там, или, ну, некоторый сценический коллектив, разрешается все. Можно хлопать, топать, свистеть, хоть пукать, только весело, чтобы было, понятно, да? Потому что здесь задача, ты должен сюда положить вот свою радость, понимаете, да? Потому что пение-то, оно же, это радость. Потому что, слава Богу, то, что живешь, что-то Господь дал, и ты радуешься. Вот тут порадует, порадоваться, понятно, да? Вот сейчас вот, когда будем петь, правда-правда, вы можете хоть свистеть, типа, хоть что, можно. Ничего не мешает, нам вообще ничего не мешает, мы можем легко петь. В Петрограде городе стоял зимовый дворец, правда-правда-правда люди стоял зимовый дворец. Правда-правда-правда люди стоял зимовый дворец, а при дворце казаки служат при дверях всегда стоять. Правда-правда-правда люди при дверях всегда стоят. Держу шашки на коло, отвечают весело. Правда, 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 люди отвечают весело. Ай, государь мимо проходит, всем здоровье говорит. Правда, 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 люди, всем здоровье говорит. Правда, 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 люди, всем здоровье говорит. Ай, всем здоровье говорит, всем по рубличку дарит. Правда, 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 люди, всем по рубличку дарит. Правда, 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 люди, всем по рубличку дарит. Ай, всем по рубль серебра и по чарочке вина. ПОЁТ НА ИooОЛЬНОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ 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 Плясали очень просто, там, рядом с ней, да, весь такой, все-таки с ней, потому что у меня не было такого, что я там какие-то размахиваю руками, то есть уже отличалось, и с друг другом тоже так же, если я кого-то вызывал из парней, да, и мы с ним плясать начинали, то есть не было такого, что я что-то делаю такое, что может оскорбить его, ну и, потому что может он с девушкой пришел, и чтобы перед девчонкой ее не поставить в неловкое положение, плясали очень аккуратно, было уже все очень тактично. И пение тоже такое же, ну видите, от души же, я честно говоря сейчас ее на одном он просто запел, потому что там голову мне клюнуло, вот, и очень много вот таких песен, которые поются легко, они вытаскивают голоса с людей, человек немножко расслабляется, да, и у него начинает выходить свой голос. Давайте сейчас мы какую-то определенную ноту возьмем с вами, ну, какой-то звук определенный возьмем, и его просто подержим. Давайте так, самый, ну, такой удобный для девчонок голос какой-то возьмемся, да, девушки там. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а То есть все работает, можно резонаторы открывать, можно костями петь, много, очень тело все поет, огромное тело это, ну как сказать, мощный инструмент такой, который может выдать все что хочешь, любой звук, у нас проблема сейчас, что голоса не выражают ничего, голоса ничего не выражают, а научить, чтобы у тебя выражал голос, вот это нужно себя оживить маленько такой вот, и тогда у тебя заиграют, чтобы вот схемой трудно выразить, схема она как бы не оживляет у нас, поэтому вы сюда ложите голоса, поймете, да? Ну попробуйте сюда. Вам же тоже удобен этот звук, да? Сейчас глядите, вы не стесняйтесь, что он даже не тот немножко звук, да, не тот, это обычно просто страх, смотрите, что делает? Уверенно это звучит. Уверенно, понятно? Без страха. Прямо. Твоим уже доказал, что появится. Услышал ты что-то? Просто ты неуверенно берешь, понимаете? Вы не бойтесь сейчас. Вопрос в чем? Просто вы как бы это неуверенно берешь. Ты раз, ты. Немножко у тебя внутри сран. Ты слышишь хорошо всех. Просто ты дай звук. Понял, да? Что бывает где-то, ну, как у Григорьевны, она просто голос ставит, она тебе сюда, 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 все и подняла голос. Ты вышел, ты потом ступенькой поднялся и ты куда нужно встал. Понятно, да? То есть попробуйте. Еще раз смотрим, держу. Смотрите, вот я сейчас голосом, да, я свой голос начну так давать, что он начнет объем увеличивать. Вот вы послушайте сейчас, покойте петь, а и вдруг такое знание будет заставить, что объем еще увеличился, как будто здесь больше расстояния, а потом уменьшаться. Можно голосом, ну любой человек так может, он может своим голосом притушить как бы всех, притушить. Может утянуть их ниже, может утянуть их выше и голоса поднять, заставить их подняться вот все. Могу утянуть. А вот этот объем и пустоту, это целая история такая. Берем еще раз. Стукали. То есть можно, видите, голосом работать и мы иногда бываем, вот как у нас многие коллективы пьют, они просто звук какой-то один держат и кто-то гуляет, да, голосом. Или там два звуку голоса держат. То есть девчонка может... Тя, друга. Низко тебе, да, тебе низковато, у тебя свой. Давай как тебя построим. Тя, друга. Субтитры подогнал «Симон» Сейчас предлагаю знать чё? Вот смотрите, такие песни, на которых раскачивались, это свадебные песни большинство, свадебные, застольные песни. Вот как «Пчелочка злотая», допустим, там песня, да? «Пчелочка злотая» Она же там просто подпевает, что «Жаль, жаль, жалко мне, шо рожде жужжей» «Жаль, жаль, жаль, жалко мне, шо рожде жужжей» Запевала, поёт, да? Куплет какой-то. А там подхват идёт. Строевую песню так же. Там запевала, поёт какой-то куплет. Он, допустим, идёт, да? Войско. Они могли придумывать. Они сорокаверстные песни были. То есть сорокаверст войско идёт и всё. Они на ходу куплетку придумывают. Он идёт, что видит, что поёт какой-то там. А вот и пензелёная, что же ты сидишь? Нет. Да. Допустим, он там увидел кого-нибудь. Наш там, говорят, «Наш спит, он у нас будет, он у нас у всех будет здоров, раз, два, горе, небеса, он у нас север будет здоров, он у нас не ест, не спит». Он всё по сторонам глядит, раз, два, мне там, конь такой, там, да? То есть его описывали, видишь, у кого-нибудь там. То есть он на ходу, я не пойду, может, куплет. И поэтому как бы всё войско подпевало, подхватывало, да? За счёт этого раскачка вот такая была. Были песни, которые, знаете, настроение меняли. Вот, допустим, у всех настроение паническое. Пелась какая-то шуточная песня, да? Такая, ну, были такие балагуры, которые песню какую-нибудь запевали, какая-то песня весёлая. Но она не такая, что вот, она прям весела. Знаешь, всем грустно, я вдруг весел запел. А просто она, песня, раз, она начиналась, есть такая песня, я не знаю, слышали ли вы, мы не слышали, песня такая вот про Эльц, когда поют. Да, вспомнишь, да? Она же там, слушаешь и слушаешь, сначала вообще не поймёшь, про черпись. Только когда смысл поймёшь, все начинают нагадать, все пробираются. То есть, на другой немножко мотив, когда она переводится, и люди начинают смеяться. Ну, то есть, она просто шуточная, такая песня пелась. Мы в Литву ездили, выступали люди, и там нас в бар пригласили, они там в Ратуши городской выступали, а потом в бар он пригласил. Ну, там в баре завели игры, там с народом, там такой фурор, он нереальный, короче. Потом мы из бара вышли, когда, а там очередь как по заливению народа, бар народов, и столько такси, короче, на улице, мы уже 2 часа ночи, а у них бар до 12 работает, и они говорят, у меня народ там не расходит, потому что там все играют, там интересные все люди. Мы там очень много шуточных песен пели, таких, и там цепляли немножко немцев, ну, казачьи песни они там всех цепляют, то там цепляют чеченцев, там цепляют евреев, кого только они не цепляли, они над собой подшучивали, над другом подшучивали, но это все как бы не со злобой было, просто задача была такая. Очень много турок там цепляют, про турок там очень много песни, даже были, знаете, да, сейчас ойся и ойся, это каркасские частушки, просто задача была, мы все это такие, чтобы потеребить немножко чеченцев, когда на войне пелись такие частушки, которые немножко оздражают на нее. Сейчас давайте мы с вами сыграем пчелочку золотую, и вы ее поподпеваете, попробуйте, да, пчелочка золотая, шо ж ты ж ж ж, вы просто слушайте, тоже так же, можно подхлопывать, да, чувствуете, я, у нас так говорили, если у тебя, говорят, голос один, там, простуду, там, еще что-то, проблему, свисти, понятно, стучи в черную, там, в какую-нибудь, знаете, в банну там стучали, там, еще все, или там на бутылочке играли, да, или там на ложке, с ложками там колотили между собой, то есть вот просто какой-то звук, да, Ложки можешь принести, ложки принести, не, не надо, это будет обязательно, да, если можно, подогами, нужен любой предмет, да, любой какой-то звенящий, да, поводорение. А, деревяшка, деревяшка, да, да, не важно, понятно, то есть вы смотрите... ПЕСНЯ 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 «Ой, помру» Вот она такая, видите, да, тоже она раскачивает же потихонечку, вот вовлекает, тоже голоса развивает хорошо. Вот и строевые песни, особенно, вообще начиналось со строевой, когда с мужчинами занимаемся, с ребятами мы занимаемся, мы начинаем с развития со строевой песни. Вот когда они строем походят, попоют, у них тогда голос начинает выходить. И у них уже, почему так начиналось со строевой? Потому что, ну, в армии четко было, в армии, в казачестве, казачество, оно наиболее примечательное, потому что там казаки больше пели, они постоянно пели. Вот, и строевая песня, как раз возраст такой был, когда все развивается, и они прокричатся, и у них потом начинает становиться голос хорошо. Тем более, когда они идут, там и есть, да, они поют, когда они идут куда-то на построение, да, проходят до утром, они поют, у них развивалось, да, постоянно такое своеобразное упражнение было. Очень сильно хорошо у них ставятся голоса. Мы в лагере ходили до столовой, где-то метров 300, у нас мы спевали за 300 метров две песни спеть, строевые. И пока 300 метров, вот две песни туда мы поем, две песни обратно. И это ты же три раза в день идешь, если не получается, ты получается четыре раза, четыре песни пеешь, да, две туда, две обратно, четыре. И вот ты три раза, если ты идешь, да, получается двенадцать, двенадцать раз ты поешь за день, да, двенадцать раз. Вот, а мы еще наполник, наполник еще, да, иногда, или просто сами пели, то есть в день ты все равно хорошо наматывается. И у нас под конец лагеря, слушай, у них уже такие, ну, голоса уже хорош, уже ставят, да, они уже, правильно, выразительные очень голоса, причем маленьких даже детей у них такие, правильно, они вот, сильные там голоса становились. Плюс еще, знаете, пение казачье, оно на кричах все. Вот видите, я же не запеваю ровно это. Любит меня, можно, ценово нельзя. То есть ровно они поют, но там, оно все ударами таким, ударами. Вот, этим и отличается. Если послушаете, как поет человек богов, он поет у него все, он даже какой-то роман стоит там. Когда, если там, Как-то ранний весной Послал стадо Без деревенской, яканья пастушка И подранился ей Чернобровый Андрей Чернобровый красавец Андрюшка То есть ударами всегда Эй, ты, будет немножко Придыхание хорошее Оно сразу оживляет, оно по-другому. Вот оно, это отличительные черты. Ровного не было пения. Потому что дух, он же, дух же у человека, он и идет сильный. Очень сложно. Потому что есть очень такие, вот, запевываю сейчас, проблемы в запевах очень бывают. Это, наверное, молодежь тянет. У нас многие уже хорошо запевают. Потому что есть там какие-нибудь очень длинные запевы. И только подхваты идет. Видите, только здесь подхваты идет. Это, конечно, сложно. Потому что, когда ты столько выпиваешь один, вот, есть. Есть пение, когда совсем непонятно, что поют иногда бывает такое. Сейчас включу. Вот, допустим, я не знаю, вы слышали такие? Не слышали? Представьте, какой куплет запомнить, да? Мы поем такие песни. А это легко поехать. Потому что не бывает, там с ним поем. На дом приезжаем как-то. Там бывает такое, что раз еще и не взялись. Кто приехал, кто... Левые всякие люди, да? Для них это легкий шок. Потому что они там, как раз, такие песни и поются. Вы слышали такие? Один куплеток слышал. Что? КОНЕЦ ПЕСНЯ 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 БЕСНЯ ПЕСНЯ Куда не зайдут, везде поют. И он написывает, что у себя, как он написал, голоса, говорит, их были весьма грубые. Но, говорит, когда они собирались вместе, была невероятная гармония. Он подходил, я ко всем подходил и спрашивал, кто вас научил петь? В каком учреждении научились петь? Меня никто не понимал. Какой учреждении? На Синокольске? Да. На Синокольске. А для него было непонятно, что у них что-то научиться. У них надо было учиться петь. Он приходил куда-то учить песни, а у нас просто люди пели. А есть шифровки? Есть, но знаете, в чем проблема? Хороший вопрос. У нас есть Юрий Аркадьевич Фабрика, который, да, историк, известный. Доктор Наук, один из самых, наверное, известных историков из казаков. Он войсковой старшина у нас в Новосибирске. Он архив, возглавляет нашу преддомную церковь. У него много книг очень. И одна из книг – это песни сибирских казаков. И он рассказывал нам просто, что когда в 1918 году с белочехами воевали, то архив казачьих песен был захвачен белочехами. А потом он попал в библиотеку Конгресс США. Записи. Не в тексты. Тексты сейчас восстановили. А в мотивы. Потому что это была запись, как пели наших отцов и дедов. Почему сейчас мы не можем ничего найти? Потому что мы проданы. В советское время была же предыстория. Все до 1917 года предыстория. Это все неинтересно. Историй не было. А история с нас начинается. Вот все. А это все было неважно. Все уничтожалось. Все продавалось. Все уничтожалось. Все резалось. Все. Сами видели, какое отношение было по всему, к истории. Это же прошло не только по православию. По казакам, наверное, наибольшее. Потому что казаки поголовно подлежали уничтожению. Тотально. А это по-любому. По малым народам. Смотрите, сколько здесь было. До самых разрушений было. По всем же проехалось. Вот это безбожное танцор проехало. Поэтому. Проблем было. И поэтому мы иногда, бывает, не можем остановить. Вот это вот у нас. Сложить. В пении. Ну, видите, да, какое пение такое? Очень своеобразное. Потому что если вы послушаете. А запевы сразу слышим, да? То, что когда вы запев слышите такого, да? Потому что какая-нибудь там были, да? Да. 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 Ну, видите. Я стал. Знаю. Да. Я. Я. А. Я. Я. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ 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 Видите, как голос гуляет, своеобразный. Это Яков Владимирович, это он самый кузовый поет. Самый современный запись, да? Да. ПЕСНЯ 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Ты постукаешь, постукаешь, все отпустило мышцы. Теперь все это у тебя нормально, забело. Бывает она грудь держит. Потому что тело человека, голос, это можно настроить, можно любую ногу вытащить человека. Можно вверх вытащить. И девчонок занимается наверх, можно вытаскивать вверх. Потому что дишкант это очень высокие голоса. Это такие голоса, прямо настоящие дишканты. Это такие вот, я сейчас фаину включу, это фаина, тоже с бузовых. Вот она, наверное, сейчас самый такой голос. Или какой-нибудь, я не знаю даже. Тулату можно выбрать. Сейчас вот тулату вот делаю. Сейчас фаина графику включу. Кто вот послушает ей такая, голос бабушки. Там бабушка у вас была, Роза Фадеевна. Вот Роза Фадеевна, она такая, она сейчас живая, такая бабулька матерая. Она, конечно, если не так вот поешь, она может тебе даже поездить кинкатить. Представьте, мужикам, например, кинделяк. Спробуйте так. Потому что они, бывает это, начинают что-то. Отседатель на кое-каке. Порой кинкат. Да и шелк, песню портишь. Потому что, да видите, для них песня, что такое песня? Традиция, это слово, да, передача. То есть Господь передал. Это как молитва. Молитва. Представьте, я в храме начну там. Почему еще, видите, голосами не красуются? Потому что, представьте, я начну там какую-то, в храме приду и начну молитву там. Отче наш! Ижи и сина, и си. Представьте, да, артистично начну. Это что такое? Это же издевательство. Ты начнешь. То есть, чтобы театра не было. Драма. Сейчас. Вот старая, смотрите. Вот поют из старой записи. Боря мое, укрепитая. Тотмографическая запись. Куда тот горя, не боюсь я. Куда тот горя, не боюсь я. Дом и поеду тот горя. Чисто горя. Подпишите. Убираем. Куда тот горя, не боюсь я. Чисто горя, вот предочините, что мы до поедем. Чисто горя. Здесь Федот поет у нас, Федот, он умер здесь невольно, закрывает, умер уже, нет. Здесь Федот, он умер здесь невольно, закрывает, умер уже, нет. Здесь Федот, он умер здесь невольно, закрывает, умер здесь невольно, закрывает, умер здесь невольно. Осталось всего там три человека у меня, таких, кто поет, старые. Так сейчас уже, откуда? Тулатар. Чережский район, Алтайский район. Тулатар. Там уже все, деды все помирали. И то, как они поют, уже не поют сейчас. Вот у меня тут здесь записи сейчас, я смотрю. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнал «Рү бан cuatro Erieiro thrive». Субтитры подогнали Симон. Это то, куда мы пели 로дин выполнили Шиевой, «Могу хорошо» была с 여기에 есть песня. Пишем, никто не может точно сказать, откуда он. Что, эти донцы, раз я проезжал, Лена с Юрой Фирсом говорят, это, по-моему, нет, я не так говорю. Говорят, что это у нас, типа, песня появилась. Ну ладно, у нас купленов больше. Как? Странно. У нас появилось купленов больше. Песню лучше с коллективом изучить тогда, с коллективами. С коллективом? Да, из-за бан, в лабаду пособрать, да? Да. Как называется? А, ну это вот Маша, поезжал парень, который плясал. Игорь. Да. Еще нет, ты его занимался по процессу. Ну, такой немножко сценический такой пляс давал. Пробал. Потом мы еще немножко, они слями работали. Так, а что нам тогда с вами спинки сыграть? Строевую, ну? Да. Которую мы предложили. За лесом солнца? Ну нет, может, строевую. Строевую, да. Строевую, попроще. Строевую, попроще. Смотрите тогда. Самый простой, с которым мы тогда и с детьми занимаемся. Вот. Потому что строевую, как-то удивлен в разных песенах. Это самый простой, который вот в саду Ерева цветет, да? Там тоже так, вот в саду Ерева цветет, до казанку поход идет. Раз, два, горе не беда, до казанку поход идет. Смотрите. Одна отличительная черта строевую песню. А давайте мы ее сейчас сначала споем попробуем, да? Два-три куплета. А потом я вам скажу, как надо ее петь правильно. И машаровать. Ну, машаровать обязательно, да. 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 Машаровать сложновато на каблуках, да? Да. Без каблуков, которые придут с семинара, да? Да. До свидания. До саду Ерева цветет, до казанку поход идет. Раз, два, горе не беда, до казанку поход идет. Раз, два, горе не беда, до казанку поход идет. До казанку поход идет. По заденке в ко слезы льет. Раз, два, горе не беда, до заденке в ко слезы льет. Хорошо. Смотрите. Немножко про историю расскажу. Вот я рассказывал ребятам в лагере. 1814 год. Русская армия подходит к Парижу. Представляете, весь Париж сидел под кроватями. Ужасно. Потому что за многие километры были слышны казачьи песни. Строевые шлины. Еще много километров армия не подошла, а уже были слышны вдалеке строевые песни. А строевые песни там думают. Представляете, какие голоса были, да? В какая армия подходила? Наполеон, представьте, пришел. 28 государств шел на нас. Да? То есть с Наполеоном. Это война, да? Да война. Так, он шел. В его армии кого только нет. Вся Европа свои войска давала для Наполеона. 600 тысяч на нас шел, да? Вся русская армия, включая все полченцы, партизанов, 140 тысяч на счетах. 140? Да. 140 тысяч. То есть, представляете, да? А там не было 100 600 тысяч. Конечно, всех же победителей. Отличная армия была. Прекрасно укомплектована. Вот представьте, вот эта наша армия, которая положила Наполеона, разбила, подходила к Париже. Как у них там было. Но дух вот этой нашей армии. Они подходили к Парижу в пасхальный день. Представляете, Пасха была. То есть, вот случайно 1814 года война заканчивается в Пасху. И 1945-го война отечественная, да? Тоже отечественная война, да? Тоже заканчивается в Пасху. Второе время. Пасхальный день. Когда русская армия подошла к Парижу, все ждали, что сейчас будут погромы. Понимаете? Вот сейчас вот они придут. Как этот Наполеон же уже давал на разграбление. И тут русская армия подходит. Ну там думают, ну все, сейчас вот начнется. Все ждали, что будут погромы. А русская армия пришла. На центральной площади поставили престол. Архиепископ начал служить пасхальной службой. Когда вечером архиепископ возгласил Христос Воскресе, и вся русская армия предела воистину Воскресе. Да? У-у-у. Все из окон высунулись. Неужели началось наконец-то? Ну вот, да. Погромы. И, как раз, ничего не началось. Потом, когда увидели, что они с друг другом целуются, думают, ну все, день началось. Христос Воскресе. А на самом деле, потом, конечно, ничего не было, потому что была пасхальная радость, и люди просто были готовы к тому, что, ну, представьте, конец войне. Конечно, про казаков плакаты висели, бородатые чудовища, там они там с акаскальными зубами, там, кровь младенцев там нарисовали, что плакаты еще остались и строили. Да. Ну, а на самом деле, потом, никто никого, конечно же, не грабил, не отвелал припись. Вот. И все были поражены, и вот такой, как бы, иголан, все даже в них торговали. Вот. Но я, мне-то еще, чтобы вы поняли, что строевая песня, она поется, она кричится, она не поется. Если вы ее поете, она не звучит. Если вы ее будете петь, она не будет звучать. Она кричится. То есть, представьте, мы маленьких мальчишек. У нас было такое, это, занятие идет по строевой песне. Занимается парень, там, крестьянскую традицию, они концам, крестьянскую традицию поют. Вот. Я слушал, слушал три дня, у меня потом уже ухо. Зубная боль уже началась от их занятий. Я подхожу к директору лагеря и говорю, Данил, дай мне их на пятнадцать минут, они через пятнадцать минут нормально петь. Я уже все, не могу, у меня скоро зубы болит от их пения. Он, ну давай. Я подхожу, говорю, Гор, дай мне ключи твоих бойцов на пятнадцать минут. Все с ними. Пятнадцать минут, через пятнадцать минут они так прошли пропели, что она весь лагерь выбежала смотреть. То, что это старая песня, она не поется, а кричится. Он с ними учит. Да в саду дерево цветет, да казаку поход идет. Это вот. Вот, чтоб понятно было, да, казаки-то. Полные штаны, как бы, чьи-то. То есть, чтоб понятно. Или только кто-то их неволит, знаете, как будто. Подневольный труд, потому что в голосах. А они, когда они кричатся, она, я тебе отвечаю из вторая песня, она рассчитана на солдата, который пришел от садии, он не знает. И ты его сразу поставил. Он тебе просто ори и все. Он найдет, орет и все. И раз она зазвучала песня. Просто проорали все. Поэтому, когда настроевую песню учат, иногда бывает. Вот сейчас, кто поет особенно. Допустим, проорить, сейчас с половиной это он пережит на что-то у людей. Потому что когда он кричит. Попробуем два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два. Готовы? ВОЕННАЯ ЗАСТАВКА ПЕСНЯ 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 на груди, которые никому не подчиняются, только королю, которые гуляют, кутят, которые вообще самые лучшие бойцы. Интересно, что вот эта вот их накидка, знаете дословно как называлась крестом, по-французски, дословно, можете открыть интернет, называется Казак, с крестом как-то, интересно, у нас кираса, шахта называется кираса, которая была металлической, а у них дословно называется, по-французски, шапка, интересно, откуда? Вот так вот, потому что с нас было взято, потому что они, у нас это, извините, сворвали, если вы возьмете сикхов, да, современных в Индии, сикхов, возьмите, откройте интернет, посмотрите, у них 12 войск даже, свои. И единственное, что отличает от Казака, это челма на голове, все остальное, все, полностью, Казак, как они сидят, как они ездят на конях, как у них оружие в луке, при табочке, понимаете? Все у них до сих пор, у них все, они, у них своя зрение, и Казак, и Казак всегда при оружии ходят, один в один. То есть, когда Казаке Афанасье Никитиной, есть такое мнение, что Казаке Афанасье Никитиной, когда пришли, даже день не принимали память, там они после этого своей вели, и было интересно, смотрели, научились. Поэтому такое, понимаешь, что, конечно, толчок дало очень сильно, и наша, поэтому сейчас, видите, люди способны там горы двигать, и они выше родить не могут, понимаете, голосом смотришь на них, там вышел такой, ну думаешь, ну сейчас все, сейчас он снесет, запоется, хопоты! 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 Ёя-хопоты! Хопоты! Коман Тростникова такой,右 трансфер-потранки бросали! Ну, поэтому, конечно, слово так! Чтобы из него вытасчить, не с тобой фактуру. А бывает, мы вытащим потом, он раз ходит, такой голосильно, хороший, прямо. Ему начинает нравиться петь, потому что он чувствует, что у него такой тон как бы голос повышенный. Фактура, что ты тебя задействовал, это же не зависит от того. Бывает маленький ростик, но ты его вытащил, у него когда голос вышел, у него все звучало с голосами. Женские очень голоса такие, что есть прямо... У женщины на всей природе есть очень гибкий голос, он может петь от самых верха до самого низа. Поэтому там все зависит. Я, допустим, могу петь низ, петь очень низ, а могу очень высоко петь. Ну, это не зависит. Если сейчас позанимаюсь, я могу очень низкий низ вытащить. Если я сейчас начну упражнения делать, я могу вытащить, а очень высокий верх. Даже там все зависит от самого человека. Нет такого, что казачий голос очень универсальный был, была взаимозаменяемость. У нас такое тоже бывает. Мы на фестивале поедем. У нас знают, что мы, если на фестиваль приехали, мы не затыкаемся ни на минуту. У нас там... Четыре дня фестиваля, четыре дня поем. И днем, и ночью. Утром люди просыпаются. Вы вообще, когда затыкаетесь вообще? Там ночью. Мы всю ночь там пели с кем-нибудь там, сидели. Потом утром поспали часа два раз. Утром уже пять поем. На фестивале где-нибудь поем. Потом под конец голосов уже нет. Я, если вверх пою, я уже низ пою. У нас парни, которые низ пели, они вверх поют. У нас друг другу поменяли. И друг другу нормально. Причем у нас атак происходит. Он, слушай, чувствует, что низ не могу петь. Низ. А у меня что-то вверх поется вообще хорошо. Ну куда я не... Слушай, хорошо. Давай. И мы раз припелись уже и нормально все у нас. Хотя, конечно, считается экстраклассом, когда ты умеешь петь в любом состоянии. Знаете такое, да? Получается просто? Нет? Тогда прослушать. Ты не можешь говорить, но петь можешь. Есть просто? Говорить не можешь. Я-то умею. Нет, так долго получается. У нас... Я когда... Я даже говорить не могу, да? Вот, допустим, я простыше. Я выступал и сорок раз. У меня температура была. Я выступал, запевал. Никто даже не на что сорок раз. Нет. Я... Я... Потом мы подходим, разговариваем. У нас была такая ситуация. Мы пели, когда еще... Ну, в другом месте было это. И мы пели однажды в Москве с этим, этот... От самых народных инструментов Калинки. Знаете за меня? Они перед этим... Перед нами репетировались по-ростовски. По-ростовски там какие-то нереальные деньги. Там что-то полторы тысячи долларов. В общем, репетиция стоит с ними. А мы с ними должны были выступать. И такая... Татьяна Петрова есть. Да? Поет. Ну, вот я думаю, что... Николай Борисович знает... Татьяну Петрову знает Москве. Который это... И... И этот оркестр Калинкина знает. Знаменитый. И мы с ними пели. И была такая... Татьяна Петрова... Она... Мы должны были петь славянку в конце. Знаете, да? Славянку. Прошу. Андрей, да. Андрей, да. Андрей, да. Андрей писал, который слова, да. Вот. И... И мы, когда приехали, мы столько... Представьте, четыре концерта в день дали. Четыре концерта в день, часа в утро. И это было... Длилось в течение недели. В неделю каждый день концерт. Концерт, концерт, концерт. По три, как... По четыре концерта. У нас утром... За это еще время... Смена часов поясов. Разница была... И в Иркутске тогда была. У меня... Смена часов поясов. И мы... Не можем... Еще... Мы не проснулись. У нас еще пять утра время. Не пять, даже три утра. А там восемь... В это... Вернее... Из-за смены там... Поясов... Ну, короче, у нас не получалось. Пять часов уже разница. И мы приходим утром... Рано... На репетицию. В восемь утра рано. Рано репетиция. И мы... Они нас просят по петь. Оркестр заиграл. Мы запели... Слушали... Слушали... Оркестр. А там... Представьте... В оркестре там что-то у них... Народных артистов... Девятнадцать, что ли... Двадцать пять, что ли... Заслуженных артистов. По-моему... Самый, по-моему, известный... Это Осип Осиповский или... Калинин? Калинин. Да. Калинин. Калинин, да? Калинин или Калинин? По-моему, Калинин. Не знаю. Народных инструментов. Ноская, да? Да. Осиповский. Имени Осипова. Ну вот... Ну вот... И... Они играют... И... Нас слушают... А потом подходят Татьяне Петровой и говорят... Слушай, они вообще не споют вообще... Они по-моему, петь не умеют. И она говорит... Они споют в любом состоянии... Мы спели... Она говорит... Они потом к нам подходили... Мы говорили... Мы вообще не споёли... А как-то мы спели... И тут вообще круто... Получилось всё здорово... У нас не было голосов... Мы просто... Они так с другом разговаривают... Голоса нет... Антон, опять нормально... Опять надо, я спою... Другой голос... Вот такой профессионализм... Просто я казачий... Голоса взаимозаменяемые... Сильные... Давайте сейчас ещё раз споём... В саду дерево светёт... Делаем упражнение... Ещё раз я сейчас покажу... Как голос выглядит у вас... Поём... Поём... Да саду дерево светёт... Про казаху поход идёт... Раз, два, Ой, не видать... Про казаху поход идёт... ПЕСНЯ Вот, до половины, если не можете полностью Да, да, да Вот, отлично Сейчас у вас всё Молодцы, молодцы Ну, я, Саша, молодец Хорошо ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Молчат. Понятно, ты крутишь, что ты поешь. На разминках хотя бы понятно, что ты поешь. То есть, во-первых, он крутит, он просто стационарно крутит. А шашкой работали, в движении работали. То есть я отхожу, у меня ноги все склонны. Гуляют все. То есть я не просто... Я же умею. А то он встанет и воздух гоняет. Нет, оно понятно, что выглядит эффектно, но самому развития дальше нет. Маленьких надо учить, как шашкой работать. Тогда он будет понимать лучше. Потому что когда его смотришь, шашка боком идет. Ну, это понятно, что человек не умеет устоять. Хорошо. Ну, что можно по разминкам? Я не знаю, сейчас, наверное, уже хорошее насилие, да? Сколько? Десять минут второго. Три часа, три часа. Я просто что предлагаю? Если вы на завтра сможете, да? Я бы просто по разминкам вам показал. И знаете что? Я прошу вас завтра, если кто придет, одеть такую одежду, чтобы вы могли друг друга даже поменять. Может, коврики какие-то есть у вас? Какой-то в спортзале? В спортзале, как обычно. Ну, там не низко. А? Там не низко? Где? Ну, в наших спортзалах не низко? Нет, нет, ничего нет. Ну, это наши другие задачи. Я вам просто показываю, можем попоминаться там. Я просто показываю вам, как убирать перенапряжение с тела. Потому что бывает проблема вытащить голос, да? Чисто просто перенапряжение тела. Вот. Ну, что бывает, мешает. Усталость какая-то. У нас же накапывается у людей. Особенно если, знаете, особенно если еще пряшат. Ну, вот такие есть танцевальные, где они не только поют, но еще и пряшат. Потом они пряшат. И встают. Да, встают. Там, покажу, как можно убирать с коленей, там, со все. Что, ну... Ну, хореографии есть, у нас. Ребята, мы сейчас поехали с танцорами. Мы с ними занимаемся. Ну, можем. Зал тоже есть внизу. У вас, наверное, есть попрасывание? По шашкам. По шашкам? Ну, можем. Если хотите, давайте запустимся. Подъехать. Внизу.